Привет-привет. Немного философии сегодня для разнообразия. Философии, так сказать, жизни индивидуумов. Философия такая. Заодно посмотрим, как они играют тут в теннис. Будем наблюдать. Следить за ходом мысли, так сказать. Философия сегодня будет относиться к такой категории, как зависть. Человеческая зависть. Зависть, с одной стороны, является колоссальным двигателем прогресса, а с другой стороны, она наносит колоссальный вред самому человеку, самому индивидууму, поглощая его здоровье, поглощая его ресурсы и так далее. Но сама по себе, конечно, в общей таком глобальном масштабе, она является завистью, является двигателем прогресса, безусловно, стимулом для дальнейшего роста, развития индивидуума и аспекта этой зависти. Вот мы сейчас рассмотрим. Очень интересная тонкая грань, тонкий штрих в развитии и появлении одного из видов такой, из-под видов зависти. Вот, предположим, живет группа, например, мигрантов, наиболее отчетливо этого вида на фоне эмиграции. Вот они приехали, все вроде бы были равны, все было одинаково, предположим. И вдруг, в течение времени, все развивается по разным сценариям у каждого. И, разумеется, одни достигают больше, другие достигают меньше. И за разное время одни быстрее, другие медленнее. И вот, кто-то замечает, что кто-то, кто был совершенно рядом с тобой, плечо к плечу ушел, в ноздря в ноздрю дышал, вдруг кто-то оторвался на миллиметр вперед. Это представляется для многих просто как катастрофа. Зависть начинает зажигать таких людей, желчь изливается из них в буквальном смысле. И не дает им покоя, покоя жизни. С одной стороны, я являюсь прогрессом, как я сказал, побуждая к дальнейшим движениям тоже в этом направлении. В направлении, так сказать, успеха. Но, с другой стороны, поглощая здоровье и портя саму жизнь, и настроение этого человека. Вот он видит, что вот ноздря в ноздрю шел рядом, плечо к плечу, и вдруг вырвался на миллиметр вперед. А если не на миллиметр, то это вообще просто катастрофа глобального масштаба. Именно вот это порождает колоссальную, колоссальную у многих зависть. Хотят они, отдают они себя в этом отчете или не отдают, говорят об этом или не говорят, но это сидит внутри и, в любом случае, проявляется почти у всех. Только совершенно идеально, так сказать, чистый человек. Но таких людей очень мало. Основная масса охватывает, основная масса охватывает такие чувства и портит, так сказать, им жизнь. А портит им жизнь, а не портит и окружающим тоже жизнь, отравляя желчью пространство, которое вокруг них. И что самое интересное, это возникает, когда вот отрывается кто-то на миллиметр или чуть более. Если же он оторвал довольно сильно и поднялся на большую высоту, в том-то и парадокс, что все, индивидуум ему перестает завидовать, потому что он видит, что он просто на недосягаемой высоте, и все стало уже на свои места. Он прочно занял наверху значительно более высокую позицию, и человек психологически как-то перестает это все замечать, считает, что это само собой. Желчь и зависть резко спадают вниз, и все становится на свои места. А вот самое интересное, когда вот шел вровень, и вот-вот-вот оторвался в данный момент на секунду, наздря-ноздрю, плечо к плечу, как я уже говорил, и вдруг вот в момент вот этого перехода, когда еще разница не столь заметна, не столь высока, ну, скажем, смешно завидовать Эйнштейну, смешно завидовать Ландау, потому что они просто на недосягаемой высоте для почти всех, ну, можно сказать, для всех, для четкости примера я показываю. А вот рядом сосед, next door person, что называется, живущим рядом с тобой, и вот он чуть-чуть оторвался, и чуть-чуть, или не очень чуть-чуть, это тем более еще более разительно сказывается, вызывая безудержную желчь и зависть. Вот такие микро-отрывы вызывают колоссальную, именно они вызывают такую колоссальную желчь и зависть. А когда уже оторвался достаточно, довольно высоко, такого человека уже рассматривают, как он совершенно уже в другой категории, и к этому привыкают, уже привычка, привыкание того, что он на другой высоте, приводит к тому, что человек отпускает себя, отпускает свою женщину и отпускает свою зависть. Как в случае с очень большими людьми, им никто, разумеется, не завидует по большому счету. Все это уже стоит на своем месте. А вот такие микро-первые отрывы рядом стоящего, они вызывают колоссальный всплеск зависти по большинствам. и такое вот безудержимое, безудержимое злобы, желчи и так далее, все это вырывается. Вот такие вещи, да, интересные вещи. Такие микро-отрывы именно имеют значение, а большие, нет, не имеют значения. Это все приводит к привыканию. Человек это просто не замечает. Для него это все у нас с вами уже становится местью в течение времени. Вот такая философия зависти. Да. Ну вот. Сегодня пофилософствовали о зависти, большой и малой. Ну вот. Посмотрели немножко теннис, как они играют. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.